Ты моя надежда, ты моя отрада, в каждом нашем сердце, ты моя москва. В Щелковском Центральном Дворце Культуры торжественно отметили 78-ю годовщину начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой. На концерт в честь события, развенчавшего миф о непобедимости немецких армий, пришли ветераны, труженики тыла, жители, военнослужащие и руководители муниципалитета. Сегодня на территории городского округа Щелково проживает и 8 участников битвы под Москвой. Годы идут, их становится все меньше, и сегодня никто из них не смог прийти сюда. Но они есть, они живут в наших сердцах. И сегодня я выступаю здесь, говорю им слова огромной благодарности за то, что они сделали тогда, 78 лет назад. Битва под Москвой – это великие дни воинской славы России. Контрнаступление началось 5 декабря 1941 года. В результате удара войск Красной Армии по фланговым группировкам группы «Армий Центр» немцы были отброшены от Москвы. В морозные дни декабря 1941 года были заложены предпосылки грядущей победы. Мы должны помнить эту дату. Мы должны сделать с вами все, чтобы наша страна была еще сильнее и могучей. Чтобы никто не смог пропуситься на нашу любимую родину. Молодое поколение щелковцев отдает дань памяти погибшим на войне и тем, кто вернулся с нее победителями. В фойе Дворца культуры в почетном карауле стояли юноармейцы. Была развернута экспозиция, посвященная их поисковой деятельности. Здесь представлены экспонаты, которые были подняты с места боев, с позиций правосокоп, как с немецких, так и с советских. То есть с нами дружат несколько поисковых клубов, которые входят в поисковое движение России. Они нам предлагают, мы ездим на вахты памяти, мы ездим к ним на экспедиции. Все дальше от нас те грозовые времена. Все меньше с нами участников и свидетелей той страшной войны. Они уходят от нас, отдавая нам последний, свой самый главный наказ – сохранять мир. От дома мамы посетели, у дома вишней зацели, А у меня в глазах навек горячий снег, кровавый снег. Андрей Циханович, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.